Детский сад 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 какую-то работу. Мнение экспертов и простых жителей на страницах комсомольской правды Барнаул. Елена Кузовкина, Наши новости. Со скамьи детского сада на скамью подсудимых, благодаря камерам видеонаблюдения, краевые следователи уличили воспитательницу элитного дошкольного учреждения в издевательствах над детьми. Изначально тревогу забила мама одного из воспитанников. Она заметила, что ее сын стал бояться темных помещений. В результате женщина обратилась к правоохранителям. Те провели расследование, которое выявило шокирующие факты. По мнению следкома, воспитатель на протяжении четырех месяцев издевалась над малышами. В качестве мер наказания применяла физическое насилие, нередко вытаскивала детей из кровати и запирала их в темных комнатах. В отношении сотрудницы детсада завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, следователи проверят в действиях руководства и персонала частного образовательного учреждения признаки выполнения работы и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пройти бесплатное медицинское обследование сегодня могут жители Барнаула. На площади советов перед зданием краевой администрации раскинулся шатер, где всем желающим предлагают пройти электрокардиограмму, измерить вес, артериальное давление. Также с помощью экспресс-метода узнать уровень содержания сахара и холестерина в крови. Организаторы акции говорят, из 10 обратившихся у 7-8 есть проблемы со здоровьем. Таким пациентам рекомендуют обратиться к узким специалистам. Отметим, люди наглядно на муляжах могут убедиться, каким последствиям приводит неправильный образ жизни и вредные привычки к примеру курения или злоупотребления алкоголя. Мы рекомендуем людям правильное питание, мы рекомендуем людям заниматься физической культурой, делать утреннюю гимнастику и выбрать здоровый образ жизни. Бесплатное обследование может пройти любой желающий до 15 часов дня. Добавим, акция проходит в рамках совещания правительства края, просвещенного развитию профилактической медицины о его решениях в вечернем выпуске. Сегодня более чем в 15 населенных пунктах края проходят ярмарки вакансий для инвалидов. Одна из самых масштабных работает в Бийске. С 9 утра ярмарки, направленные на социальную инвалидность открылись также в Барнауле, Новоалтайске, Яровом и 11 районах края. Людей с ограниченными возможностями готовы принять на работу крупные промышленные предприятия, сельхозпроизводство и учреждения здравоохранения. В основном инфреду требуются люди рабочих в профессии, дворники, электрики, слесари, а также узкоспециализированные сотрудники с высшим образованием, юристы, программисты, логопеды и другие. Список вакансий для инвалидов подготовили и индивидуальные предприниматели. Литературный фестиваль имени Роберта Рождественского стартует сегодня в Крае, открывает программу мероприятий, выступления омских артистов, вокального квартета и филармонии в 6.30 вечера. В концертном зале Сибирь прозвучат песни на стихи нашего поэта, а 22 июня в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая состоится официальное открытие фестиваля. В этот же день на площадке у Краевого театра драмы пройдет большой концерт, посвященный творчеству Рождественского. Кульминацией праздника 23 июня станет открытие памятника известному поэту на его родине в селе Косиха. Монумент создал знаменитый скульптор Зураб Церетели по просьбе дочери Роберта Рождественского и Екатерины. Кстати, она будет присутствовать на фестивале. Подробная программа праздника есть на официальном сайте Края. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофей». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофей» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». Сегодня в Крае переменная облачность. Временами дождь в Заринске и Тольменске. 25 выше ноля, плюс 27 в Бийске и Белокурихе. В Барнауле днем до 24 градусов тепла. Временами дождь. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова